Друзья, всем привет! А помните, как я делал обзор на измельчитель веток Аффи? И после выхода видео возникли вопросы у некоторых зрителей, на которые хотелось бы ответить. С тех пор, как друзья узнали, что у меня появился такой измельчитель, который делает такую щепу, которая идеально подходит для подсыпки или для копчения, меня пару раз уже просили помочь с измельчением и пару раз брали его в аренду. Единственный минус, он, конечно, тяжеловат. Грузить в машину лучше не одному. А так измельчение идет на ура. Производитель указал, что максимальный диаметр измельчаемых веток 5 сантиметров. Но несколько раз пробовал больше и вроде справляется. С небольшими паузами, конечно. Вот, например, из небольшой кучки веток получилась целая тачка мульчи для подсыпки. Сентябрь в этом году нас радует отличной погодой. Решил воспользоваться этим моментом и покосить бурьян за участком, чтобы весной не было там сухостоя, в котором, кстати, отлично обитают клещи и вообще хочется немного облагородить это место, хоть оно мне и не принадлежит. Также решил срезать немного веток и вника, чтобы не разрастался. И как раз проведу эксперимент. Взял на тест вот такой садовый измельчитель с фрезой. У него немного другой принцип работы, нежели чем у Афи. Там установлены ножи. Тут электродвигатель на 3 киловатта, а у Афи двигатель на 2,2 киловатта. Так вот, возьму для начала толстую ветку и попробую ее измельчить. Сначала в одном, потом в другом. В первой, как вы видите, ветка просто не пролазит. Заявлено тут 45 миллиметров. Ну, тут немного больше, поэтому надо как-то подрезать. А вот теперь попробуем эту же ветку в измельчителе Афи. Как видите, он, в общем-то, справился без особого труда. Далее решил сравнить их на скорость измельчения. Взял две идентичные ветки и в видео без ускорения и монтажа попробую их сравнить. Сначала испытаем на стандартном садовом измельчителе. Результат 17 секунд. Повторим испытание на измельчителе Афи. Результат 6 секунд. Получается маленькая стружка, которую удобно подсыпать. А вот в измельчителе с фрезой куски получились большие. И как их подсыпать, непонятно. Доизмельчил остатки и могу подытожить. Цена у измельчителей плюс-минус одинакова, а результат вы увидели сами. Мне писали под прошлым обзором, что я ускорял процесс измельчения. Но думаю, в этом видео я удовлетворил потребность увидеть в реальном времени этот процесс. Но есть и недостатки у этого измельчителя. Как я говорил выше, он тяжелый, потому что полностью металлический. Он более шумный. И с ним нужно поаккуратнее работать. Так как он выхватывает у вас ветки из рук. И надо быть повнимательнее. В остальном я очень доволен и смело могу его рекомендовать. Есть еще версия для подключения к мотоблоку. Может кому будет полезно и интересно, на всякий случай оставлю ссылку в описании под этим видео. Так сказать, для ознакомления. Вот такой вот краткий тест сегодня вам показал. И рассказал свои мысли на этот счет. Друзья, если видео вам понравилось, то ставьте лайки и пишите комменты. Какие еще сделать сравнения или может еще произвести какой-либо тест. Не забывайте подписываться на канал, если не подписаны. И подписывайтесь на канал Telegram. Будем на связи, если что. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok